всем привет сегодня мы поговорим о районе бантай я расскажу о плюсах минусах инфраструктуре пляже а также подкину пару дней как провести здесь время начинаем наш полет с ключевого места это сэвен-элевен в воду почему он ключевой потому что к пляжу бантай очень удобно выехать если повернуть именно на сэвен-элевен и двигаться прямо никуда не сворачивая к пляжу вы приедете минуты через 2-3 бантай граничит с банк по вот ссылка на обзор этого района а если мы поедем по вот этой дороге то приедем к району манам тут нас больше всего интересуют три момента рынок он находится примерно тут овощи фрукты зелень можно рискнуть и купить мясо но я бы не рисковал я покупал мясо в супермаркетах типа макро или теско рестораны и бары находятся вот тут а вот и пирс откуда можно уплыть на панган и катава кстати если вы не слышали про катава то у нас для вас есть видео как посещать этот остров вот ссылка на него что еще интересного на бантай вот заправка на заправке есть кафе с тайским кофе а вот здесь у нас фэмили март ресторан тайской кухни берем старт от 7-11 и что мы замечаем бан тай очень зеленый хоть он и не сильно застроен но каждый здесь найдет жилье под свой кошелек тут есть как виллы так и бюджетная дома но стоит помнить район маленький жилья в целом мало на что стоит обратить внимание тут есть рестораны массажные салоны аренда байков вот эта дорога ведет к фэмили марту про который мы говорили до этого значимых объектов тут нет за исключением вот этого тут можно взять туры через замечательную тайку которую зовут вас она а также постирать свои вещи у нее за домом несколько стиральных машин обратите внимание на это засохший пруд летом воды практически нет поэтому комаров меньше зимой пруд восстанавливает свои силы и комаров будет больше кстати наши сми очень часто запускают утки про очередную вспышку днге то если как следует покопать вспышек как таковых нет количество заболевших днге в пределах но я выпускаю это видео в ноябре сейчас в тай летит еще не так много людей но когда пойдет сезон в сми снова и снова будут говорить по днге не принимайте эту информацию за чистую монету вы можете опасаться этого участка бронируя здесь жилье не нужно паниковать просто купите больше фумигаторов спрей и тому подобное все будет окей итак по поводу пляжа видео сделано летом а значит в это время на бонтая отлив зимой будет прилив поэтому дела на пляже с купанием будет лучше ну а летом пляж мелкий и купаться здесь проблематично особенно в этом месте куда мы сейчас прилетели вы построили столики и стало классно отдыхать вечером с друзьями встречать закат обратите внимание вот на этот хороший участок пляжа которому так просто не попасть к сожалению только гости отеля могут пользоваться им прохожим путь закрыт остальным же чтобы как следует покупаться нужно двигаться дальше и ждать когда кораллы закончится вот мы прилетели к купабельному участку пляжа тут есть платная парковка в районе 20 40 бат чем еще хорош бантай можно проводить красивые фотосессии обычно фотографы работают вот в этой точке в этой где какая-то новая скульптура и вот в этой где камни это красивый пляж за которым следят на нем очень приятно находиться за счет кораллов вода в море чище по сравнению с другими пляжами на берегу есть рестораны и подороже и побюджетнее кстати вот этот участок можно назвать мудистом так как из-за прилива в зимнее время туда не так легко попасть а вот и пляж банков про него я уже делал развернемся и еще немного полетаем вот небольшой лайфхак если у вас нет в резорте бассейна то купив напитки в ресторане можно получить доступ к бассейну но и само собой пару пор так тоже можно сделать доступ к бассейну или же кам всегда зависит от ваших навыков переговорщика и того с кем именно вы говорите и какое у него настроение то есть вам чаще скажут да пользуйтесь но иногда могут и отказать и это свойственно не конкретно этому месту а вообще в целом по острову район бантай делится на две части до главной дороги и за главной дорогой совершенно не стоит бояться трафика так как он намного спокойнее по сравнению с монамом дорогу можно переходить спокойно к опасностями я отнесу комаров которые в теории могут доставлять вам неудобства и отсутствуем мощную инфраструктуру как например набопуть или чуен тут нет гипермаркетов до рынка пешком минут 30 до ближайшей больницы минут 25-30 без пробок да и ребенка кроме пляжа занять будет нечем детских площадок тут нет мое риэлторское замечание чтобы забронировать все что-то интересное на зиму нужно шевелиться сильно заранее например начало августа это уже почти поздно то есть кто в теме бронирует жилье месяцев за 9-10 до заезда еще ожидая сильной застройки в этом районе так что когда сюда придут большие деньги шумостройки может быть помеха для проживания если говорить про плюсы то это один из лучших пляжей для отдыха с детьми мамы любят этот пляж из-за того что можно укрыться по тенью пальм а вход в море для ребенка очень плавно вследствие того что семьи любит этот пляж детям будет с кем познакомиться и у них наверняка появятся друзья своего возраста сам по себе пляж интересно мне он нравится зимой купаться более комфортно из-за прилива но на этом пляже становится людно если говорить про лето то купаться тут хуже из-за отлива зато людей практически нет вот кадры сделаны зимой а вот кадры летом можете сравнить в общем бантая у меня всегда были теплые чувства тут приятно находиться из-за чистоты пляжа а пальмы море песочек создают неповторимую атмосферу если вы выбрали бантай полностью одобряю ваш выбор на этом все спасибо что посмотрели наш видео обзор района бантай надеюсь вам стало понятнее стоит ли вам ехать именно сюда если вы ищете агентство недвижимости которое помогло бы вам найти жилье в этом месте напишите нам с удовольствием вам поможем поставьте лайк мы оценим напишите комментарий было ли полезно это видео обязательно напишите если отдыхали на этом пляже понравилось ли вам буду рад любым отзывам об этом районе примеры жилья в разных сегментах ищите в описании под видео на этом все с вами был лев пока а